Всем здарова! Сегодня у нас тактика пехоты в позиционный период и разбор такого важного ее элемента как инженерно-штурмового плацдарма или как его еще называют пехотного плацдарма. И первым делом сразу обозначим, что существует два способа перехода в наступление. Первый это наступление сходу, когда контакт с противником отсутствует и до него еще надо добраться. Да еще и не исключено, что в условиях встречного боя, когда обе стороны подводят свои войска к полю боя и постепенно по сложной схеме развертывают их в боевой порядок и отправляют в атаку. И этот способ наиболее характерен был для маневренного периода Первой мировой, о чем на канале имеется соответствующий ролик. Но с наступлением позиционной войны на первый план вышел другой способ наступления, а именно переход в наступление из положения непосредственного соприкосновения с противником. Пожалуй главным плюсом такого способа был тот, что можно было организовать атаку из передовой траншеи, заранее скрытно сосредоточив вне войска. А траншея это находилась довольно близко к противнику, буквально в нескольких сотнях метров, ну может быть до километра. И что выгодно отличалось от условий маневренной войны, когда обе стороны могли видеть друг друга на расстоянии в несколько километров и тут же использовать свое оружие и артиллерию. Но несмотря на то, что расстояние было относительно небольшим, преодоление нейтральной полосы и последующий прорыв обороны было делом не менее сложным, чем в маневренный период, а в общем-то даже и более сложным. Тем более, что и оборона была заблаговременно подготовленной и глубоко эшелонированной. И начнем с того, что первым делом свои войска требовалось грамотно разместить в исходном районе для наступления. Обычные оборонительные позиции для этого были не слишком пригодны и потому требовалось по-новому подготовить оборудовать местность, для чего и придумали вышеназванный инженерно-штурмовой или пехотный плацдарм. Они создавались напротив того участка фронта, где должно было состояться наступление и состояли они из тех же траншей, ходов сообщений, убежищ, командных и наблюдательных пунктов, что и оборонительные укрепленные позиции. Но из-за своего назначения устройство их отличалось, ведь главный смысл инженерно-штурмового плацдарма был в том, чтобы обеспечить быстрый переход пехоты в наступлении и чтобы он был во-первых скрытный, а во-вторых организованный. Скрытный, потому что четко осознавалась важность внезапности и что сосредоточиться нужно было скрытно от противника, да и плюс в принципе нужна защита от вражеского огня на этапе подготовки к наступлению. Организованный же, потому что даже проходя через свои же оборонительные позиции, роты и батальоны утрачивали боевой порядок. Особенно это было характерно для войск вторых эшелонов, когда в окопах натуральным образом могла образоваться пробка и начаться перемешивание разных частей подразделений. И чтобы избежать этого, инженерно-штурмовой плацдарм делался в расчете на размещение в нем большого числа войск и непременно с возможностью быстро прогнать через себя эти войска. Чтобы было понятнее о чем речь, на экране вы сейчас видите схему участка укрепленной полосы с плацдармом для атаки, и в частности на ней отображены в большом количестве ходы сообщений, по которым войска и должны были быстро продвигаться вперед. И на одном только участке пехотного батальона могло быть от трех до пяти сквозных ходов сообщений и до пятнадцати промежуточных. И плюс еще и параллельных траншей могло быть штук пять. Для обычных укрепленных позиций времен Первой мировой такое количество ходов сообщений было не характерно и даже противопоказано, ведь по ним наступающий противник мог сам продвинуться вглубь нашей обороны. И потому в обычных оборонительных позициях количество ходов сообщений было ограничено, а те немногие, что были, старались прикрыть заграждениями и промежуточными позициями, дабы не дать противнику по ним распространиться. Также сюда добавим и то, что и сами траншеи в штурмовом плацдарме расположены гораздо ближе друг к другу, чем это предусматривалось в оборонительных позициях. Сравните расстояние. Всего 20, 50 и 100 метров между четырьмя траншеями в пехотном плацдарме и 100-150 в оборонительной позиции. И это только в 1915 году, а дальше ведь расстояние увеличится до 300-500, а то и до 800 метров между траншеями. И оно и понятно, в обороне лучше разнести траншеи подальше друг от друга, дабы их не накрывала артиллерия сразу по 2-3 штуки. Но когда мы готовим свое наступление, лучше эти траншеи сблизить, чтобы влезло больше пехоты в ограниченное пространство исходного района, а запихивать надо было много и сразу 3-4 волны пехоты, исходя из принятой тактики пехоты. Но про волны и тактику как-нибудь потом. А сейчас продолжим про плацдарм. Обычно можно встретить сведения, что передовую траншею плацдарма старались подвести как можно ближе к противнику, чтобы пехота меньше времени находилась на нейтральной полосе. Но не стоит забывать, что чем ближе к противнику, тем больше вероятность, что противник обнаружит проведение странных инженерных работ и заподозрит неладное. К тому же артиллерийская подготовка и последующий огневой вал должны были пройти в том числе и по колючей проволоке и заграждениям, что расположены перед первой траншей противника. А значит и своя передовая траншея плацдарма не должна располагаться слишком близко. Обычно диапазон в среднем должен быть в пределах от 150 и до 400 метров, не ближе и не дальше. Уверен, многие наверняка краем глаза смотрели те или иные фильмы про Первую мировую и могут вспомнить, что в них, как правило, показывают только первую траншею. Но ведь в атаку идут один за другим целые роты и батальоны. И разумеется, эти подразделения и части эшеланируются в глубину, тем более, что и фронт наступления будет довольно узким. И вся эта пехота второго-третьего эшелона как раз и находится в траншеях в ходах сообщений инженерно-штурмового плацдарма. И это гораздо лучше, чем просто лежать на земле под открытым небом, не имея защиты от огня артиллерии. Но это же в свою очередь вынуждало продумывать оборудование пехотного плацдарма. И по этой причине, к слову, войска на учениях обучались быстро перемещаться по окопам, сохраняя боевой порядок. А плацдарм строить так, чтобы можно было всем скопом быстро выйти из него на нейтральную полосу. Для чего в нем размещались дополнительные лестницы, по которым солдаты вылезали из первой траншеи, штурмовые мостики, по которым в случае надобности можно было быстро перебежать через траншею плацдарма поверху, а не преодолевать траншею, сначала спускаясь в нее, а затем выбираясь из нее, на что требуется разумеется драгоценное время. Ну и плюс готовились дополнительные выводные окопы, отмеченные на схеме. И все это для того, чтобы не было лишнего столпотворения и пробок в окопах. В атаку надо переходить легко и без затырок, а затем также легко и организованно постоянно поддерживать наступление, подводя резервы из тыла. А из обычной передовой линии траншей атаковать может оказаться не таким простым делом, хотя бы потому, что имеется своя неснятая колючая проволока с прочими заграждениями и слишком мало ходов сообщений, чтобы можно было быстро подвести резервы. И, как водится, по опыту и в процессе войны возникли некоторые вопросы с оборудованием плацдарма, которые стали постепенно корректироваться и совершенствоваться. Ключевую роль здесь всегда играли соображения скрытности подготовки и внезапности всего наступления. И в отличие от 15-16 годов, под конец войны стали обращать большее внимание на время подготовки к наступлению. Но потому, что любое продолжительное мероприятие вредит внезапности. И точно так же, как многодневная артиллерийская подготовка исключала внезапность, точно так же и продолжительные земляные работы могли быть рано или поздно обнаружены. И для начала пришли к мысли, что инженерно-штурмовой плацдарм желательно готовить в таком месте, где грунт мягкий и состоит из нетвердых пород. Потому что рыть надо будет очень много, и если земля будет твердой, то можно провозиться с созданием плацдарма сверх назначенного срока. И при этом своей вознёй рискуя привлечь внимание противника. Вообще, это одна из проблем любых инженерных мероприятий, что порой довольно трудно определить затрату сил и средств, объём земляных работ, из-за того, что сперва нужно провести разведку и узнать, что там с грунтом. Далее начали исходить из принципа, что раз оборудуется плацдарм, то работы на нём должны быть закончены как можно скорее, и лучше копать, махать, лопать лопатами и кирками киркать непрерывно днём и ночью. И при этом организую работы так, чтобы они выполнялись в первую очередь сапёрами и пехотой второго-третьего эшелона, ну с тем, чтобы пехота первого эшелона, что начнёт наступление, получила время для отдыха. Разумеется, и сами работы нужно было регламентировать, выстроив определённую последовательность, ну практически как на конвейере. И в частности, по первости существовала проблема, в какой момент оборудовать передовую исходную траншею. Поначалу считалось крайне желательным оборудовать её как можно скорее, и только после этого проводить все остальные работы по оборудованию ходов сообщения, ну уже под прикрытием построенной траншеи, в которой можно было держать оборону. Но такое было возможно только при благоприятных условиях, если местность позволяла, а противник не проявлял разведывательной активности и не осуществлял регулярную воздушную разведку. Но затем определённо пришли к той мысли, что лучше всё-таки копать в обратном порядке, сперва закладывая пятую, четвёртую, третью и вторую траншеи, откапывая ходы сообщений, затем размещая склады с оружием, боеприпасами и инженерным имуществом. И только в самый последний момент, в ночь перед атакой, отрывая исходную траншею, ибо, как всегда, скрытность в приоритете. Ну а под конец войны вовсе пришли к мысли, что исходная траншея вообще не нужна. И будет лучше, если наступление начнётся из уже существующей долгое время самой обычной передовой траншеи, которую войска оборудуют в любом случае, и оборудуют как раз в требуемом диапазоне от 150 до 400 метров. А когда появятся мысли о наступлении на этом участке фронта, возможно даже через много месяцев, то можно будет использовать эту траншею, не привлекая внимание противника лишним копанием. В конце концов, военные постепенно приходили к той мысли, что лучший способ ускорить и скрыть подготовку к наступлению, это вообще просто-напросто не вести эту подготовку. Не рыть окопы и траншеи, не готовить позиции для артиллерии, не сосредотачивать боеприпасы на складах и тем более не размещать войска, будь то в лагерях в ближнем ТУ или непосредственно в траншеях, и конечно же в принципе не оборудовать инженерно-штурмовой плацдарм. Тогда и противник ничего не обнаружит и внезапность будет обеспечена. И шутки шутками, но такие частичные эпизоды сознательного отказа от оборудования плацдарма были, особенно часто под конец войны. Но даже в этом случае в чистом виде отказаться от подготовительных мероприятий, разумеется было невозможно, но ограничить объем некоторых работ было вполне по силам, так сказать оптимизировав без лишнего вреда для наступления. Поэтому старались обычно ограничиваться только расширением уже имеющихся траншей и ходов сообщений и по возможности не отрывая новых. И гораздо больше готовили тех самых перекидных мостов, напоминаю, чтобы в случае чего можно было перебежать через ту или иную траншею не спускаясь в нее, тем более что теперь это касалось не только своих траншей, но и вражеских. Это вообще теперь касалось всех мероприятий. Дальше в тылу точно по такому же принципу решали и дорожный вопрос. И в частности акцент был смещен в пользу ремонта только уже имеющихся дорог и ни в коем случае не прокладывая новых, которые гораздо легче обнаружить. И к слову вдоль дорог также старались теперь натягивать вот такие полотна. Считалось, что с их помощью легче скрыть дорогу от воздушного наблюдения и сложнее отследить объем перевозок. И разумеется в рамках введения противника в заблуждение в конце концов пришли к той мысли, что имеет смысл оборудовать сразу несколько плацдармов на разных участках фронта, чтобы даже в случае обнаружения перед противником все равно остался открытым вопрос, а где же будет наступление, на каком из плацдармов? И во всех этих мероприятиях было уже гораздо больше понимания, что инженерно-штурмовой плацдарм это не просто оборудованная площадка, с которой войска должны перейти в наступление с максимальными удобствами. Но что это еще и объект оперативного значения, который нужно особым образом совмещать с работой тыла и встраивать его в весь план подготовительных мероприятий. В этот момент нельзя забывать и об одном противоречивом требовании, что инженерно-штурмовой плацдарм должен был включать в себя склады с вооружением и боеприпасами, размещать перевязочные пункты, через которые должны были эвакуироваться в тыл раненые и едва ли не самое главное размещать инженерное имущество в большом количестве. Как вы понимаете, подобное размещение противоречило соблюдению скрытности и внезапности подготовки, при том, что это имущество загромождало и без того небольшое пространство, куда запихивалось большое количество войск. Но это было необходимо делать по снабженческим соображениям и при том проблемным. С самого начала осознавалось, что даже незначительный отрыв войск вперед и перерыв снабжений быстро останавливал наступление. И поэтому возникала отчетливая необходимость делать инженерно-штурмовой плацдарм одновременно и передовой базой снабжения, чтобы можно было хоть как-то сократить пути подвоза снабжения и эвакуации раненых, и чтобы тут же с плацдарма можно было приступить к прокладыванию дорог через зону разрушений, для чего и нужно было инженерное имущество. И замыкая круг рассуждений, еще раз напоминаю, что вся эта тема инженерно-штурмовых плацдармов как раз и была связана с тем, что обычные укрепленные позиции времен Первой мировой не очень-то и годились для перехода в наступление, и в немалой степени всю войну будут бороться и с этим моментом, добиваться того, чтобы любые укрепленные позиции были универсальны и пригодны как для обороны, так и для наступления, и чтобы не пришлось оборудовать эти самые плацдармы, на которых можно спалиться раньше времени, и вообще лучше о них лишний раз не говорить и не вспоминать. Нету никаких инженерно-штурмовых плацдармов, а есть только укрепленные позиции, на которых можно эффективно заниматься всем, чем захочешь, наступать, обороняться, спать и просто бухать, но это правда тоже в идеале, который не всегда достижим. В конце концов не стоит забывать, что пехотные плацдармы сооружались также исходя из вооружения и организации пехоты, что в них должна была размещаться. И вот об этом будет уже следующий ролик, а пока переходите к просмотру одного из всплывших роликов на канале, жмите все что видите, подписывайтесь на канал и включайте колокольчик, комментируйте минимум в 5 слов и до скорого!